Мне снилось, что я был в общественном парке в городе Владикавказе, среди множества народа, собранного там. И вдруг появилось известие. Христос пришел! Я побежал к воротам и увидел Христа сияющим лицом, скромным, полным мира и любви, стоящим на лестнице, ведущей с улицы в парк. Он распрасывал золотые монеты в большом количестве всему народу. У меня в руках был мешок, и большое количество монет, казалось, летит ко мне в мешок. Но когда я посмотрел вниз, то увидел, что они пролетают через мой мешок и летят к народу. Мой друг, стоящий рядом, сказал, смотри, все монеты вылетают. Я сказал, хорошо, это предназначено людям. Этот сон укрепил мое чувство, что Божья цель для моей жизни заключалась в том, чтобы я был посредником, передатчиком его даров для нужд народа. С ранних лет Иван предпочитал находиться среди взрослых и слушать их разговоры, особенно, когда они обсуждали религиозные темы. Он любил размышлять и пытался вообразить сущность или отсутствие сущности. Пытался постигнуть бесконечность пространства, вечность, небеса, ангелов и, прежде всего, Бога, создателя всего видимого и невидимого. Но в юности Иван вошел в кружок гимназистов, увлекающихся трудами философов-пессимистов Шопенгауэра и Гартмана. Эти теории были крайне популярны в то время. На одной встрече руководитель встал и воскликнул «Я решил уйти из этой жизни!» В его руках был флакончик с цианистым калием. Иван отерзала мысль «В чем смысл настоящей жизни?» В своей автобиографии он вспоминает «В моей комнате висело на стене ружье. Я думал, что в нем может быть ответ на мои искания. Однажды вечером я пришел домой от друзей-пессимистов в страшной депрессии. И я почти решил, что использую это ружье, чтобы покончить с жизнью. На пути домой я пытался представить себе впечатление, которое произведет на всех мой поступок. Я вошел в комнату и зажег лампу. Но к моему удивлению, посмотрев на место, где обычно висело ружье, я увидел, что его нет. Позднее я узнал, что мой отец, руководствуясь каким-то внутренним чувством, унес ружье в другую комнату. На столе, к моему удивлению, я увидел маленький листочек бумаги, на котором был написан крупными буквами вопрос. «Ты любишь Иисуса Христа?» Слова, как копье, пронзили мою душу. И сразу же я вспомнил все мои предварительные духовные переживания. Я был так поражен, что даже несколько минут не мог двигаться. Я взял Новый Завет и начал читать такой знакомый для меня текст. «Я и с ним путь, и истина, и жизнь». И также слова к филиппийцам. «Ибо моя жизнь Христос, а смерть – приобретение». Конечно, я был знаком с этими стихами раньше, но теперь они явились мне в новом свете. Сладкий голос сказал, «Вот где ответ на твой вопрос». 17 января 1887 года Иван присоединился к общине баптистов. Иван Проханов оказал большое влияние на развитие российского протестантизма. Для объединения христиан он инициировал создание межконфессионального русского евангельского союза. Выстроил самостоятельную конфессию «Всероссийский союз евангельских христиан». Основной задачей союза была миссионерская работа среди народов России. К 1928 году союз поддерживал порядка 600 миссионеров. Он издавал евангельские журналы, писал книги по богословию, учреждал христианские политические партии и открывал школы подготовки церковных служителей. Написал более тысячи духовных псалмов и создал оригинальную церковную музыкальную традицию. Все мои гимны выражали победную веру Евангелия, рисуя прохождение через моря и горы трудностей. Я объяснил мои идеи брату Иниксу и другим русским композиторам, которые работали со мной и сделал все возможное, чтобы вдохновить их на новое направление в духовной музыке. Постепенно такие мелодии создавались в их количество, увеличивалось. Теперь мы могли говорить о новой русской и евангельской духовной музыке и пении. Помощь обездоленным и голодающим была важной частью его служения. Рассказы отца и бабушек о страданиях за веру побудило в Иване желание посвятить жизнь гонимым христианам и бороться за свободу совести. Будучи в эмиграции, он посылал финансовую помощь для гонимых христиан, находящихся в России. Благодаря падению монархии российские протестанты получили возможность расширить миссионерскую деятельность. Первое десятилетие правления советской власти была религиозная свобода. От города к городу, от села к селу, от деревни к деревне. По таким девизам рассылались по стране проповедники. В 1926 году Проханов берется за осуществление грандиозного плана. Основание христианского города-коммуна – Евангельск. На Алтае, в месте, где Бея и Катунь сливаясь, образуют реку Оп, они выбрали площадку по строительству. Иван Проханов с группой единомышленников совершил здесь символическую посадку саженцев, хедра и американского клёна, а также провел богослужения. Однако в это время произошло ужесточение государственной политики в отношении протестантов. И в 1928 году по личной инициативе Сталина реализация проекта была заморожена. Иван Проханов был женат на Анне Казаковой. По его воспоминаниям, она была доброй христианкой, имела английский характер, была очень красивой, богатой и хорошо образованной. Она могла говорить по-английски, по-французски и по-немецки. И ко всему этому она была очень талантливым музыкантом. У них родилось двое сыновей – Ярослав и Всеблад. После революции в годы Гражданской войны умерла жена Проханова, а в 1926 году трагически погиб и младший сын. Иван Проханов скончался утром 6 октября 1935 года. 4 октября он попрощался с посетившими его единоверцами и попросил исполнить ему гимн за евангельскую веру. После чего через пару дней скончался. Советский и российский реликовед Митронин Леб Николаевич охарактеризовал Проханова так. По своей целеустремленности, уверенности в успехе своего миссионерского призвания, по организаторской хватке он был фигурой уникальной. Его не привлекала рядовая проповедническая деятельность. Россия, повторял он, представляет собой духовное кладбище или долину сухих костей. Но русский народ находится накануне восстания. Это будет подлинное воскресенье, духовное обновление и реформация. Именно такое созидание духовного дома и живых камней призвано осуществлять новое евангельское церковь. И именно делу освобождения своего народа он решил посвятить всю свою жизнь. Такой литмотив его автобиографии. Энергия Проханова была поистине неисчерпаемой. Ему было тесно в рамках немногочисленного объединения. Он постоянно создавал новые союзы, организации, издания, курсы и школы. Издал не менее десяти сборников духовных гимнов. Свыше тысячи из них написал он сам. Поэзия слетала с моего пера, как живой цветок, писал Иван Проханов. Составил вероисповедание, евангельский христиан-баптистов, написал сотни статей, обращений, проектов. Еще до октября он налаживал связи с Милюковым и Витой. Баллотировался в Государственную Думу. В начале 20-х годов пошел на контакты с обновленцами, чем вызвал неподдельный гнев в баптистском стане. Неутомимо разыскал зарубежных спонсоров. Его авторитарные методы, не всегда предсказуемые поступки, смущали и раздражали более степенных и уравновешенных коллег, порождая дополнительное трение между союзами, несмотря на постоянное заверение во взаимной любви.